По календарю, если посмотреть на календарь, It is winter. Но, если верить глазам, это, знаете, если на клетке со львом написано мышь, не верю глазам своим. Так у нас, если на календаре написано зима, а в окне показывают, ну, чистую весну, значит, выбирай свой вариант, что тебе больше нравится. А когда-то были зимы, а когда-то вот это вот море до самого горизонта замерзало, и по льду можно было ходить на суда, которые вмерзли в лед, потому что не было ледокола, вытащить их. С севера знали в Одессу ледоколы, чтобы с рейда освободить суда. А предпринчу, здесь, как вечерочек, и видно, такая цепочка народа дует туда, ченч. Все нормально. Программа интернациональных связей в действии. Вот. Некоторые учителя даже с детскими колясочками туда пилить. Что, правда, у этих колясочек было, не знаю. Тогда еще кучи молодых не было. Ну, а художники, ну, шо вижу, то пою, шо сказать, да? Едет на коне по степи, вот, а шо вижу, то пою. Вот, а художники, вот шо вижу, а тем более зима, это красота, необыкновенная, это действительно натхнение. Потому что, ну, солнце сияет, все сверкает, туман, это такое сфуматов, это камень кров. Потрясающе, оказывается, зима писал Клод Мане в Аржентерии. А мы думали, что французы только там лето. Вот. Ну, короче, плохой и неживописной погоды просто нет. Ну, зимой есть еще одно очаровательное свойство. Если лежит снег, то значит, таки есть мороз. Потому что... И приходилось писать. Вот, понятно, что дело, это писалось не за окна мастерской, и там, Дед Мороз это хорошо, но сиди в мастерской, в тепле, там тревочка, кофеечка стоит, там музычка, можно слепить Дед Мороз. А тут надо было 10 и 15, у меня было так, что рука замерзала, так, что просто у меня каменела рука, кисть выпадала, и вот там она стояла. Ну, 15 градусов Мороза, это 15. А писать можно только голой рукой. Потом я приспособилась, у меня был сведыш длинными рукавами, и я в этом рукаве делала дырку, вот я держала кисть через дырку, эта кисточка торчала, я писала, то есть голая рука, но все-таки защищенная. Ну, это с опытом приходило, поначалу так это все. Вот. Ну, и вот то, что вы здесь видите, это разных лет. Девушка резвая, шустрая, могла пахать сколько угодно километров, для того, чтобы вот написать, Кстати, у Паустовского, вообще удивительный был писатель, необыкновенно восприимчивый к информации. И в частности, у него, конечно, в душе был художник, потому что, если ему как-то случалось быть в контакте с художниками, он очень чутко улавливал суть творчества. Вот он ехал в поезде, и его попутчиком оказался художник. И в дороге, это была осень, дороге, вы помните этот рассказ, да? Гроза. Вот за окном бушевала гроза, а художник бегал от окна, как вну, и восторгался, а Паустовский говорит, с чем он? И он говорит, вот вы посмотрите, вот сейчас прорвался сквозь тучи, и будет солнце, как он осветил эту группу деревьев. А потом, ну, и они любовались так, вот, говорит, и Паустовский сам за себя мир открывал. Ну, он смотрел бы, да, красиво, но, понимаете, вот мы проходим мимо дома, ну, да, красивый дом. Когда мы знаем биографию этого дома, с кем этот дом связан, с какими событиями, мы уже его воспринимаем совершенно иначе. То есть вещи начинают говорить, они обретают биографию свою, они тоже личностями становятся. Ну, и вот он спросил потом у этого художника, ну, постепенно все это погасло, спустилась ночь, они разговаривали, и куда вы едете? А он едет в какое-то определенное место, писать какое-то определенное место, потому что именно в эту пору года, да, именно в это время та же самая красивая, какая-то живописная задача, уж не помню какая. И вы знаете, и Паустовский это воспринял так, как надо, что действительно это не чудачество, как обычно, что художники с приветом надо переться куда-то на край света, а он, да, что это действительно, собственно говоря, такая одержимость творчества и двигает искусство, да, в конечном итоге и продвескет, потому что без хорошего, профессионального фанатизма на какой-то высокий результат выйти невозможно. Открытие научное нельзя сделать, да, и в искусстве, что-то сказать. У меня работ снежных было очень много, у меня была картина «Лошади на снегу», и для того, чтобы ее написать, я целый месяц писала вот «Лошадей на снегу». Ну, сюда же все не поместятся, и как-то лошадки мои остались дома стоять. Писала я этот сад, а потом вдруг раз выехали эти саночки, и они вечер уже вечерело, и оказывается, куда они? Домой спешили. Я так работу назвала «Домой», пока не стемнело. Вот это место, это Закарпатье, это долина Тисы, но, к сожалению, этого места... То есть, знаете что, получается так, что идешь по следам уходящей натуры, потому что так катастрофически все меняется, застраивается, теряет свое лицо. Вот этого места уже нет, потому что там термальные источники, вот тут вот такая речушечка была, она сбегала в Тису. А теперь тут все закатали в бетон, сделали такие бассейны, и там в термальных этих водах плещется народ. Но этой красоты уже нет, вот этого увидеть уже нельзя. Это тоже Закарпатье, это Хуст, это чешский городок. За короткое время, которое Закарпатье оказалось, ну, помните Хуст, одно время было столицей Западноукраинской республики, которая объединилась с Украиной. Это было ненадолго, вот эта часть вошла в Чехию, и учители за короткое время пребывания там, они просто преобразовали все. И они столько хорошего сделали, и подкрывать там вот в глубине этого двора, там школа, была анимназия, она сейчас... В общем, короче, и целый этот городок построили, и для кого не... Для учителей вот этой школы. Ну, там такие квартиры, в которых хорошо, удобно и достойно жить. Ну, это тоже вот... Ну, видишь, такое зеленое небо, бывает только круче, сильно морозить. Вечерело, и так замерно холодало, еще когда я начинала писать, оно еще было ничего, а до ближайшего там убежища было там, это по этому... по такому снегу пилить и пилить. Ну, ничего, работа состоялась. А вот это я писала на торговой прямо из окна кухни. Вдруг... Это был март месяц, 8 марта, и вдруг навалилось столько снижения, тут пришел снежный заряд, с моря, было очень красиво, видно было, как это с моря идет, все. Вот так вот замело бульвар, я быстро схватила какую-то картонку, что под руки попалось, быстро, и писала, пока она не растаяла, вечера растаяла. Ну, на картинке осталась, то Седнев, вот, ну, Седнев, знаете, усадьба Лизакубов, связанная с именем Шевченцев, именно, вот, там, значит, дом творчества посылок художников, а в этом усадьбе Лизакубов школа, вот так за все время, за 70 лет, школу там, как и не построили, так она и не делась, школа, там была земская школа, в которой были первые классы, и вот это вот, но это, это сарайчик, и там так называемая Робитня, это была мастерская, в которой работал Шевченко, и когда, вот, ехал Шевченко в Киев от Лизакубов на свадьбу Костомарова, вот на пароме его арестовали, и удивились, а он оден, он ехал на свадьбу, он вообще, пижон был, он не ходил, он по-крестьянски оден, он очень следил с собой, он хорошо зарабатывал рисунками, портретом, прекрасный был рисовальщик, портретист, и его рисунки пользовались большим спросом, и он очень красиво одевался, он белый гал, и жандармы сильно удивились, куда это он так будет видеться, ну, свадьбу, ну, свадьбу не состоялось, вы знаете, да. Вот, ну, что ж, это тоже Долина Тисы, вот справа от меня там основной русло Тиса, тут какие-то эти лучиёчки, зимой они все, и я писала, потом слышала какое-то такое милое чириканье, очень музыкальное пение, это прилетели с Нигери, вон, видите, на кустике сели с Нигерей, вот, и, ну, они, ну, они такое делали музыкальное сопровождение, очень лирическое, вот это тоже все дни, это историческая мастерская, между прочим, в которой работала Яблунская, а я писала с крылечка своей мастерской, мы так вот крылечка к крылечку, и вот я имела великое счастье видеть, как она работает, хотя она страшно не любит, чтобы смотрели, как она работает, вот, ну, я так, ухитрялась посмотреть, ну, и потом общение с ней, в общем, тоже такие вот, и там вот гоняли наши дети на саночках, приходили мокрые, мы их отжимали, выкручивали, раскладывали их по батареям на просушку, вот так это было прекрасненько все, но поскольку все не очень такой, горит, вот за теми деревьями там протекает снов, ну, а под горой там эти всякие хаты, ну, вот там вот в углу, видите, что-то такое с него натоптанное, теменько, это смоление свинью, и сороки, там, значит, что-то такое, вообще, любила вытьюду, у меня там сороки, собаки, кошки, всякая живность, она всегда все оживляет и как-то мухуреет, ну, и потом у меня получилась серия, началась вот с этого, ну, у меня такая традиция, первый день нового года встречать в мастерской и что-нибудь написать, но подержаться за кисточку, не важно что, но, вот, начинать вот, вот так, копирить и балазима, за окном таки да лежал снег, и там вот это вот за этими деревьями так чуточка, что-то желтеет, это то, что теперь называется музеем современного искусства, ну, мы шли за весь ними, но тогда это еще было в спилке письменники, и оттуда письменники прямой наводкой смотрели в окна художников, и если вечером у кого-то скоро светилось окошко, они на этот огонек шли, ну, на нем кучают, и до чая, вот, тоже очень такой был, потому что они приходили со своими новыми стихами, художники, показывали работы, ну, что-то из этого получалось, и кого-то ухитрялись опогломить на иллюстрирование книг, ну, вот такое вот, ну, и так вот я пришла в мастерскую, у меня же к этому времени образовалась куча внуков, и в мастерской была гора и груши, потому что наши и дети, и внуки растут в мастерских, а куда одевать, если бабушке или маме работать надо, значит, вот, ну, и вот так родился этот мой натюрморт, в этом году я тоже написала новогодний натюрморт, хотя еще Новый год не произошел, но я написала такое вот окно, а на окне цветущие гирами, и палитра с кистями, намекшев, поработаем, будет снежок, не будет снежок, и работать будем, о тех работах, которые тут, в общем-то. Обо всем остальном, конечно, можно было бы говорить, ну да, если интересно. В отношении, опять-таки, того же Седнего, вот долина снова, а вдали, вот в Седнем на доле, стоит гора высокая, это же там было написано, и открывается великолепная панорама, вот эта долина снова, а почему снова? Вовин снуе, вот так вот. А там дальше, до горизонта, густые, темно-синие, сосновые леса. А за этими лесами, если стоять вечером до горя, и видишь, что-то там слегка светится. А я всегда очень люблю вот на горизонте заметить какую-то цель, и к этой цели добраться. А что это такое? Ну что это? Это пигач. А бегач. А бегач. Что это такое? Имение князя Киекуатова. Куда? Ездил в Шевченко и написал портрет княгине Киекуатовой. И то, что он увидел, вот пока он ее писал, то, что он видел в этом умении, легло в основу его повести княгине. на портрете видите очаровательную женщину с печальными глазами, потому что судьба ее была, конечно, ужасная, потому что он уже был совершенно невероятный изверх. Короче говоря, его имение сошли доклад настолько, что там даже камень не осталось. Ну вот, это понятное дело, добрались, вот, отбегались. И очень интересно было, художники туда ходили и, ну, понятно, что это имение распускали. И когда в крестьянских этих избах находились отдельные томики истории Русландства российского Карамзина, ну, понятно было, из какой библиотеки и другие там всевозможные книги, шведские медали, старое оружие, ну, в общем, такое вот. Ну, понятно, что местные мужички это все обменивлено в бутылку водки и были счастливы, художники были счастливы, потому что они получали действительно такие вот уникальные вещи. Что еще? Какая самая памятная работа? Все памятные. Все памятные. Везде вспоминаешь, как ты отмерзал. Я когда в Милятина писала, все пошли принимать термальные ванны, все барахтались в этой горячей водичке. А я стояла на морозе писала. А наш руководитель все время мускакивал между бассейном, между мной бегал, мускакивал на морозе на морозе, а до 16 градусов мороза. Как раз это был такой год, когда вот ударили у нас до 30 градусов мороза. Граница от января-февраля. И он мускакивал с мусором, живая я еще или нет. Не треба фонетизму, не треба фонетизму, не греетесь, я за вас не напоминаю. Я все-таки написала, а потом-таки занужнула, кто мог отогреваться. Ну, пробежаться пришлось, на ходу улица, про темненько. Это здорово, вот идешь так вот из этой снежной пустыни, и там где-то огоньки светятся, вот там люди, там тепло, даже на расстоянии греет. И знаете, я вот это вот счастье общения с природой, счастье вот этой мерзнуть, и мокнуть, потому что у меня было, когда я весной писала, и были такие майские дожди, а тут цвело все, и как это красиво под дождем, и вспаханные огороды, и такая аж фиолетовая земля, и среди тихо так вот в струечке водички сбегают, а тут эти невесты стоят, цветущие вишенки, куртка насквозь, в этюднике краски и кисти уже плавают, вот так я их сливала время от времени, но это счастье. Потом драпаться на эту гору по этой везюке, это счастье. Также счастье, когда вот я писала в Карпатах летом под орехом, там такая поляна, коза пасется, девочка там в красном сарабачке, там где-то в домике, лес туда-сюда, и потом у меня какая-то труха сверху рассыпалась. Я подняла голову, а на ветке лежит белочка, она так животиком лежала, свесив лавки, и смотрела, что я делала. Ну это разве не счастье? Счастье. Я говорю, когда я осенью писала, на ядре уже первые морозы, земля уже каменная, я вижу там зайчики бегают, и я закопалась в сток соломы, скирт здоровенный такой, глянущий, а там дальше лес, такой, ну, овраг, лес, открытие большое пространство, там дальше эти синие леса, и вот я в эту салонку закопалась, и было хорошо, а потом боговым зрением что-то с того края, там, скирт, да что, какое-то движение, я такой, овраг, осторожно, а там лисичка на мушек охотится, и ветер от нее конгресс, она меня не слышит, она занята своим делом, но это счастье, это счастье, ну, вообще было таких, или как, вот пишешь, а вот вышла лисичка, водичку пил, или в лесу так, собачка, собачка, собачка поворачивает голову, а ты не собачка, это волк, ничего, посмотрели друг другу, да, а у волка глаза не собачкиные, глаза злее, ну, мы получим собачку, и, не знаю, вот это счастье не на что не на что носить. То есть эти лисички, и эти снегири, и эти даже волки, они рассматривали вас как нечто чужое, за свою приемную. Вот счастье в том, что мы были детьми одной природы, а братья и сестры другу не съедают, и даже не гусают. В национальном парке Тузловский реман есть такой шалаш, в котором маленькое такое окошечко, и я через это окошечко наблюдал, как Светлана, она, мало того, что она молчит, когда она пишет, она еще и не слышит, когда она пишет, по-моему, мне так показалось. но зато уникальность ее состоит в том, что художники, мы говорим, что они разговаривают с нами языком своих творений, а уникальность Светланы в том, что она еще замечательный рассказчик. Она замечательный рассказчик, и вот уже свои, я не знаю, вот этот рассказ, который мы уже сейчас в общем-то услышали, он достоин всякой похвалы восприятия. Нет, ну просто, знаете, сам характер работы такой, что, ну, во-первых, почему человек становится художником? Потому что художники люди, которые умеют видеть, которые умеют удивляться, и которые умеют радоваться и видеть красоту в самых простых вещах, мимо которых, ну, это так все проходит. Ну, вот у меня всегда на всех встречах, когда спрашивают, ну, что отличает художника, не художника, у меня вот такой уже хрестоматийный для меня. Пример. Прошел дождь, лужа на земле. Человек выходит из дома, лужа, ой, грязь, ноги замочу, ботинки промокнут, колготки забрызгнуты, обошел вот эту лужу, ушел, художник вышел, ой, ой, в этой же лужи небо отразил, и он пошел, он, там, небо с облаками, и он по этой луже, как по рыбам, по звездам проносит шаланду. Ну, Багрицкий тоже же был с художественным зрением. Ну, вот, мир состоит из, на самом деле, в мире очень много красоты, и она всегда вокруг нас. Очень красивый этот пол, кстати. Ну, то, что он похож на палубу корабля, понятно, но он сам по себе красивый, и писать его интересно. Вот еще в нем есть отражение. Ой, тут столько всего нужно делать. Окно. Вот сейчас у меня магистрантка, у нее тема освещение контражур, натюрморт контражур, ли цветы в контражуре. Ну, натюрморт и стоят где? В помещении. А если в контражур, значит, напротив источника света. А в помещении источник света что? Окно. Значит, цветы стоят или на подоконнике, или рядом. Ну, и вот, что такое окна? Це очи дома, яким дом дивится света. Це о той портал, який поедну свет внутрішний и зовнішний. И в философскому розумінню. Не просто так. Ну, як людина цей свет сприймаю. Різно. Треба цей свет сприймати, як дружний до тебе. І він до тебе дружний. Могу розказати, як вот я здесь этой роботи нет, цей света. ну, тут вот справа от нас тиса протекает, и в голову теперь лёд растаял, и чёрная вода струится. так. И вот здесь горы покрытые лесами, и с той стороны солнце, и вот лучи солнца, слушай, это зрелище, это было фантастика, это был такой театр света. там мороз 14 градусов, это, конечно, мелочь. И я там на какую-то горочку забралась, вытопкала себе место, где можно встать и тюдник поставить. Ну, значит, снег этот тюдник, так пообломала веточки, стою, пишу, и вдруг служит звон колокольчика. Думаю, зимой колокольчики откуда? Я поворачиваю голову, и вот по берегу тисы овцы идут. И они все с колокольчиками, и вот так они пошли, пошли, такой, выручная компания, у меня, я так обалдела, но я потом последний, конечно-таки, в этюк ставить успела, и охраняла их, ну, там же лиса, там волки серьезные, вот, и их охраняли для вот такие вот лошади, два олабая. Ну, это же собачка еще при исполнении служебных обязанностей. Увидели меня, заинтересовались, а у собаки всегда по хвосту вот ее настроение, то она шла так-так, а потом раз, хвостик замерз, понятно, размышляет, стала осторожно ко мне приближаться. Ну, я с собаками так, я с ними разговариваю, «А, привет, собачка, как дела, туда-сюда?» Она так вот у меня пошла, остановилась, подошла, а у меня там еще какой-то бутербродик был, я говорю, «Ну, ты, конечно, собачка, серьезно, будешь ты из чужих рук кушать или нет?» «Ну, давайте, будем вводить, давай поделимся». Ну, ничего, так они походили вокруг меня, отошла, потом постояла, постояла, подумала «Аф!» и ушла. Что овцы делают на снегу? Ну, что, они снег едят? Чего они там ели? Они разгребают траву ещут. Ну, снег там был. Ну, понимаете, тут всегда чего-то интересное происходит. Ну, вот. Но колокольчик в Аталии только один. Они звенели колокольчиками. Но у них не колокольчики, а там они не звон, как колотало. Да, да, да. Ну, такой глуховатый звук. Медный. Но не один. Ну, тоже впереди козлы, два козла. Таких красных. Вот козлы на меня овцы никак, а козлы на меня среагировали тоже. Повернулись там, посмотрели, да, посмотрели, наикнули и там пошли дальше. На очки садились. Тоже было. Ну, такую гору с этим и тюльником вязала. С него вов. Пока этот снег там протопчешь в нем вот в себя тропку, потом вытопчешь место, куда станешь. Килограмм пять, наверное. Чего? краски в свинцовых тюбиках. Ну, не пять копейок. Ну, полстик, опять-таки, еще там чего-то такое. Ну, я не знаю. А когда-нибудь вот с напарником каким-то писали? С дочкой, например? Нет, никогда. Никогда. С отцом, да, с отцом приходилось. Ну, для меня эта школа была сумасшедшая совершенно. Потому что смотреть, как отец работает, это любая академия, любого института стоит. Может быть, я больше всего в жизни научилась я чему-то. Потому что было счастье работать рядом с большими художниками. Лондонская работает, Захаров работал, Лондонская Рощерска, Алла Мэйкин, Костя. Ой, как работала. Мы весной поехали писать березы. Там так сосновые леса, но среди этих сосновых лесов есть такие рощи берез, как-то так, они там компания все собираются. Весна, ну, какая весна, конец февраля. Вот. И как раз был такой день у грабаря февральская лазурь. Вот именно это состояние было. И вот эти белые стволы берез на фоне этого потрясающего кобальтового неба. И из-под снега уже так снег осел и эти желтые травы такие, перестол, что-то золотые, синее, золотое. И как такой фон, вот эта темная, густая зелень гельника. Но Хостя стал писать. И я такая в отдалении, она так же убедит, что он делает. И как он говорит, а вот тут мы мастихинчиком, а вот тут мы кадмием, а тут мы цирлеумом. Он как песню пел. Я забыла про свой этюд, я вся была внимания, что-то там такое сделала, конечно. Но это театр одного актера. Как он работал, с каким... Посмотрите по его работам двенадцать. Все спел. Это все радость, все красота. Я никогда в жизни не видела у него хмурое выражение лица, злости, но всегда он там. В чем в самых казалось бы немысливых обстоятельствах солнечного человека. А папа хотел, чтобы выпали художницы. Папа хотел, я выбрала сама. Потому что это слишком серьезная профессия, которой нужно или полностью отдаться, или не воляберка. Он никогда со мной не занимался, он никогда меня ничему не учил. Вот так. Дал мне возможность выбирать свою жизнь. А когда я этот путь выбрала, ну, как он мне помогал. Тем, что он был, тем, что я видела, как он работает, тем, что он мог мне что-то сказать. яблочко, яблочко, очень точно. Я много от него, очень много от него взяла. Собственно, как от всего того поколения, потому что я среди них росла. Самое главное, когда я говорю, что самое главное, главное, это абсолютное, безусловно, всепоглощающая периодность искусства. Это было, это был воздух, которым они дышали, это было солнце, которое грело, и смысл жизни выше всего остального. Папу поздно начало. Почему поздно? Совсем не поздно? Нет, абсолютно не поздно. Как поздно? Он закончил, в 39-м году он закончил училище художественное, но с 34-го по 39-й сразу поступил в институт, но еще долго он пошел в армию. Думал отслужить два года, а получилось семь лет, демобилизовался он только в 46-м году. То его с большим трудом и только мое появление на свет помогло ему демобилизоваться. Ну это другая история. Ну и он вернулся в институт, причем восстановили его сразу на второй курс вместо потерянных лет. Так что начал он очень рано, а это вообще рано начинается. Он был очень одаренным человеком и очень музыкальным у него был абсолютно музыкальный слух. Родители его, как всякие приличные родители, отправляют детей чему-нибудь хорошему учить. Вот поскольку у него оказался слух, его отправили учиться музыке и скрипке. А учитель у него был чех. Вот. Папа был очень шустрый. Ой, ну, вот у нас папа одна дорожка. Что бы со мной ни было, всегда все сворачивали в нацию. Вот никогда и нигде я не присутствую, вот как я одна и все. Всегда все съезжает в нацию. И в жизни занимал большое место в моей, и когда его не стало, все равно это место осталось им занятое. Мне всегда приходится тесниться. Ой, он шустрый мальчик был очень такой. Гонял футбол, скрипку прятал в бурьян, гонял с пацанами футбол, а потом надо идти на урок, и надо же урок проиграть, что задано. Ну, у него хитрость, выж потом как его звали? Вах. Ну, королевят Иван Францович, скажем так. Вот, вы знаете, вот я там не понял, вот вы мне сыграете, и тот ему отвлекает, а он на слух все повторит. Ну, потом это хитрость, конечно, раскрылась, но учитель же был не дурак, он все убедил, что ни музыканта, ни художника вы с под полки не станешь. Я сказал родителей, не мучайте ребенка, ну, нет, так нет. Потом папочка с удовольствием забросил скрипку, правда, поменял ее потом на гитару, все равно музыка была с ним всю жизнь, вот, но отдался своему любимому рисованию, а вроде поздно начал. Он вообще, по-моему, родился с кисточкой руках. Так что, вот. Вопрос к следующему поколению. Часто ли вам удается дома слушать так маму? Твой поток памяти его не контролируешь. Он такой спонтанный, вот как-то так, особенно бессонной ночью. А вот эти дети все систематизируют. Вот как-то все, и начинаешь о многих вещах другими глазами смотреть, а много мимо чего ты проходил, начинаешь как-то обращать на это внимание, начинаешь как-то задумываться. А потом начинаешь вот этот очень... Ну, первый раз у меня, кстати, в литературном музее была моя первая персональная выставка. Самая первая была это в Союзе писателей. вот там. А потом вот такая большая, на которой было больше ста работ, еще стояли эти старые столы под пилея экспозителей, я не помню. Данечка у колыбели стояла и калюбельку это так и качала. И тоже была проблема, весь все пространство залов этих больших занимали гигантские вот эти вот витрины, чем их заполнить? Зачем я их заполнила? Вы помните, да? Там были рушнуки, керамика, потом я прялку принесла, а дети что это за велосипед? И я им объяснила, что это прялка, из-за чего она сейчас не прялась. Помню, я снопы принесла какие-то пшеницы и какие-то и рядно, ну там натягала всего. Рушнуки были, да, и рушнуки, и все, 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 все было. И это было в Одессе впервые, на это смотрели с удивлением и спрашивали, вот так, устала, вот и все. И тогда вот пришло телевидение, пришел Толечка-бендру и стал задавать мне вопросы. Ну, откуда ты, откуда, ну из города, а почему сельская тема? И тут я сама задумалась, а почему? Ну я так вот, я работала, потому что, ну, ну вот, мне это нравилось, когда из нас обком выжимал производственные темы и портреты передовиков производства, я их уважаю, за то, ну, по художественной они мне не вдохновили. Производственная тема мимо меня, со свистом даже в институте. А вот это вот, вот эти лошадки, собачки. Частичку сельских поисков я видел в этом году, когда мы заглядывали в старую хату, причем уже опустевшую, люди уже выехали. Более того, в родочёвах. Да, и остались фотографии. И мы задавали себе вопрос, как же они уехали, а фотографии на стене оставили. Семейные фотографии оставили. Ну, отдали бы в школьный музей. Кстати, вот, в аптечках, вот так вот, эта гибель этих семейных архивов и отсутствие интереса к своим корням. Ну, вот тогда, Толя, помнишь, я сказала, какая моя розовая мечта, да, чтобы в каждом селе, ну, жизнь меняется, катастрофически, ты же поезд на ходу не остановишь. Ну, чтобы в каждом селе сохранили одну усадьбу, как эталон, как образец, как память, ну, чтобы она живая была. И чтобы не выбрасывали. Я вот лазила по всяким этим свалкам и собирала там эту керамику, собирала предметы быта. И, ну, это все сделано было руками, оно же тепленькое, живое. И вот создавали школьные музеи. Там, выделить усадьбу, тогда еще не было брошенных, так, такого количества брошенных домов. Но собирали, хотя создавали школьные музеи. И вот эти школьники пошуровали по горыщам, по звалащам, потом встаскивали. Какие? Неподавеющие приносили. Это же обалдеть, можно. Так родились школьные музеи, вот такие, кровеческие, потом этнографические. А потом вообще стали сносить архивы, так приносили завернутые в хусточку семейные фотографии, письма. Боже мой, это же столько и как-то и дети стали к этому по-другому относиться, и стали мыслить по-другому. И стали даже на стариков смотреть, не как бу-бу-бу, которая не даёт там слопать конфетку лишнюю. А оказывается, что и дети, и родители, и старшие поколения, они же не родились изданители. Они были молодыми, они влюблялись, они открывали для себя мир, они радовались, огорчались, переживали, страдали. То есть это нормальная, хорошая человеческая жизнь, а не та гадость, которую в кино показывают. современно. Один мордобой вообще, непонятно что. И я по нашим студентам это вижу, потому что когда мы ездили, я возила все время студентов на пленеры, мы в Карпаты с ними ездили, мы ездили в заповедники, мы были в Кочановке, это имение Тарновских, на Чернижовщине. мы были в Леваде, в Терпесоцелах, связанное со Степаном Лимитом. Мы были в Песковке, это на Тетеревиза, Киев, на Киевщине. Тоже исторические места, везде что-то происходило. Были мы еще, что-то забыла? Так, сразу, горячая. Ну, в всяком случае. А, мы были в Бокоту ездили и открыли здесь такую страницу истории. Это Панызия, Бокота была столицей Панызия. Входила в Киевскую Русь. В 14 веке, когда Польско-Литовская уния, эти земли отошли под Польско-Литовскую унию, вот, когда построили Камнец-Подольский, то столица из Бокота перенеслась в Камнец-Подольский. Это вообще уникальное место. И вот ребята, когда они там работали, когда они чувствовали на себе эту энергетику, они перестали быть такими технократическими материалистами, что реально только то, что помацаю, укушу или стукну. А то, что есть какие-то вещи, неощутимые органами чувств, но вот те энергетические потоки, которые нас с миром спят, как с животными. А мы одними энергетическими потоками и питались на этой природе, поэтому мы не были врагами. И у волка не возникло, жена не слопать меня. Ну и вот студенты мои тоже. Потом это остановилось темами их работ с дипломами, курсовых работ, потому что их натаскивают на европейское искусство, которое жевано-пережевано, исследовано-переизведано из одних и тех же источников. Источников, читаешь эти дипломные работы, как будто написано одним человеком и навсегда. Одни и те же фразы, одни и те же ошибки. Я зверей, например, от этого. Но я хочу, чтобы они знали свое, чтобы они любили свое, ценили свое. И чтобы они создавали то искусство, которое нас от остального мира отличает, но так как мы внешне отличаемся. А не так, чтобы все были, как инкубаторские, седьмого километра. Ну, это у меня такая вот тема моя. Спасибо, Света. Я от имени музея хочу поблагодарить Мисткыню, художницу. Мы очень рады. Не художница, я не люблю слово художница. Это что-то такое несерьезное. Я художница. Ну, если можно. Вы не подерживаете. Я отношусь к искусству как художника. А художница так, это между кастрюлями. И не хочу. Мы очень рады, что состоялась эта выставка. И мне кажется, что она... Ну, она уместна здесь. Она уместна в том доме, который посвящен Константину Холстову. Ой, и на самом деле нас с Холстовским тоже очень непросто так. Потому что у нас дача на писательстве, дача на даче Ковалевского, это кусок территории Дома творчества, писателей выделили под дачи писательские. Вот. В том числе там было два писателя. Ну, там собралась на тот момент вся детская классика писательская. В том числе там друг напротив друга были дачи Нордон-Луле и Захарова. Два репрессированных писателя. И когда приезжал Полстовский, он остановился у этих репрессированных. У Захаров. Не боя, у Захаров. У наших, на нашей даче. Вот так что у нас еще дух. У нас есть набросок. Этюд есть в даче, да. Да. Еще раз. Геннадия Гармидера. Это первый год, как мы там были. Ну, художник обживаться начинает как? Там сейчас изменилось что-то, да? Ну как, домик тот же самый. Ну, понятное дело, пристроили мастерскую. Ну, первый, так как токарь вы тоже. Первый, как пристроили мастерскую. Как туда попасть? Делать фотографии? На 127 маршрутку приехать. И? Ну, приехать. А детали я вам расскажу и нарисую. Когда едем? Веземь. Веземь.